Девушки отдыхают Познакомьтесь с тремя необычными женщинами, которым поставили страшный диагноз. В ее случае болезнь прогрессирует. Катия, это серьезно. Отрежьте ей ноги, или она умрет. Но они не сдаются. У меня больное сердце. Каждый день нужно проживать как последний. Они нуждаются в помощи. Правильный диагноз изменил бы мою жизнь. Но вдохновляют других. Больше полутора миллионов просмотров глаз. И строят планы. Не так-то просто спланировать свадьбу. Эти женщины стремятся к долгой и счастливой жизни. Пусть я больна, но это меня не сломило. Мои бесконечные ноги. Нью-Джерси. 36-летняя Катия страдает от опасного заболевания, из-за которого ее ноги постоянно растут. Диагноз был поставлен всего год назад. Семи лет это стало заметно. Но когда мне было чуть за 20, ноги начали стремительно увеличиваться в размерах. Я узнала, что у меня липидема. И узнала я об этом только год назад. Это была уже четвертая стадия. Самая последняя и серьезная. Липидема – хроническое заболевание, при котором жировая ткань скапливается в нижней части тела. Несмотря на трудности передвижения, Катия знает, что если перестанет ходить, болезнь начнет прогрессировать, и последствия будут ужасны. Раньше меня ничто не могло остановить. Но болезнь влияет на мою жизнь. Бывают дни, когда мне настолько больно, что я ничего не могу делать. Катия решилась на несколько процедур липосакции, чтобы уменьшить объем ног и оставаться подвижной. Последний раз обхват ног был 112 сантиметров. До начала операции 127, одна голень в обхвате была 137 сантиметров. Ноги отекали настолько, что лодыжки свешивались и волочились по земле. Было очень больно. Но я терпела, сколько могла. Катии приходится мириться с отношением людей, которые думают, что она просто толстая. Очень трудно быть в таком состоянии и понимать, что это не твоя вина. Но всем на ум сразу приходит худшее. Все считают, что ты себя запустила. Да. Мне нужно быть осторожной в выборе еды и есть больше органической пищи, потому что многие продукты содержат гормоны. Да. И из-за гормонов мое состояние серьезно ухудшается. Крестная мама Даяна знает, как нелегко приходится Катии и надеется, что все образуется. Она многое пережила. Сейчас ей нужен кто-то, кто бы о ней позаботился. У меня никогда не было проблем с мужчинами. Я красавица, умница, образованная, готовить умею. Я лакомый кусочек. Вы спятили, если не хотите меня. Катии нужно быть в центре внимания. Скоро у нее свадьба. Я помолвлена. Скоро мы с моим мужчиной поженимся. Сказать по правде, я нравлюсь ему в любом виде, но мне хочется выглядеть на все сто. Катии сделали уже три из семи запланированных операций липосакции, чтобы уменьшить размер ног. Через несколько дней состоится очередная процедура. Между операциями и выбором платья нужно готовиться к свадьбе. Не так-то легко планировать свадьбу. Не хочу превращаться в сумасшедшую невесту. Нет, это не про меня. У 23-летней Кьеры с детства нижняя часть тела намного больше верхней. У меня синдром протея. Поражено тело от талии ниже. Нижние конечности значительно больше остальных частей тела. Тело продолжает расти, так что я особенная. Теперь попробуем. У Кьеры большие ноги. Одна стопа 48-го размера, а другая 50-го. Обычно это меня не останавливает. Но бывают дни, когда ноги распухают настолько, что я не могу ничего надеть. Тогда я думаю, вот черт, ну опять. Правая нога длиннее левой, поэтому мне сложно нагибаться. Это каждодневная битва. Мне нужно передохнуть. Кьера с трудом одевается, и хотя она не отчаивается, покупка одежды превращается в испытание. Я давным-давно поняла, что бессмысленно плакать. Это все равно не изменит ничего. Просто нужно привыкнуть. Привет! Большой размер для девушек с формами. Это про меня. Мой размер колеблется от 52-го до 62-го. Зависит от кроя. Брюки налезли на ноги, но в этой части возникли проблемы. Я больше, чем девушка с 50-м размером ноги или большой попой. У меня огромные ноги, которые все время опухают. Не подходят никак. У меня высшее образование, я работаю. Болезнь меня не останавливает. Я устала. Я не позволяю своему состоянию или болезни, или уродству, как бы это ни называли, управлять мной. Я считаю, что такой подход делает жизнь лучше и позволяет справляться с трудностями. Ласть народу. Несмотря на оптимистичный настрой Кьеры, синдром протея – смертный приговор. Мне 23 года. Скоро будет 24. С синдромом протея живут обычно 25 лет. Нет, это не про меня. Со мной такого не случится. Далее. Катия ищет свадебное платье. Если бы не липосакция, мне пришлось бы нелегко. Ранняя диагностика болезни поставила родителей Кьеры перед трудным выбором. Отрежьте ей ноги, иначе она умрет. Мои бесконечные ноги. Катия ходит на процедуру липосакции, чтобы уменьшить отложение жира в ногах, вызванной болезнью липидемой. Привет, Лиззи! Мне пришлось пойти на это. Иначе было бы гораздо хуже. Катия также прибегает к разнообразным методам лечения симптомов болезни, которые вызывают скопление лимфатической жидкости. Как самочувствие? Перед курсом операции ноги все время болели. Жидкость постоянно скапливалась, становилась все хуже и хуже. Плохо, когда ваша лодыжка в обхвате больше, чем талия. Я говорю только об одной лодыжке. Не о двух. Все равно, что таскать с собой два булыжника. Специалист по лимфатическим сосудам доктор Лиззи Готсейген следит за прогрессом Катии. Многие терапевты и специалисты не слышали о подобном заболевании. У Катии самая тяжелая стадия липа-липфидемы. Именно поэтому она хочет прибегнуть к лечению. Каждая из этих опухолей очень тяжелая. Она весит килограммов 10, наверное. 10? Да. Тяжело. Катия не понаслышке знает, какой серьезной может быть липфидема. Она убеждена, что ее мама страдала от той же болезни. Мама болела тем же, но мы не знали. Она не понимала, что творилось с ее телом. Если бы ей поставили ранний диагноз, она могла бы быть еще жива. У мамы образовался тромб, который поднялся до легких. Она умерла от двустороннего тромбоза. Вперед, пирожок! После смерти матери Катия живет с бабушкой, которая помогает ей делать процедуру. Аппарат вон там. Я присматриваю за ней, а она за мной. Я поднимаю ногу. Катия очень сильная. Она на все пойдет, чтобы помочь другим. Ставит только попросить. Нелегко сюда втиснуться. Ноги причиняют Катии много беспокойства, но она не падает духом. Процедура помогает прокачивать жидкость, чтобы она выходила. Если жидкости будет слишком много, она может пойти в желудок. А это может быть опасно. Иногда Катии удается забыть о серьезности своего состояния благодаря другим участникам группы поддержки. Крестная Катия Даяна и лучшая подруга Айрис помогают ей смотреть в будущее. Дата свадьбы еще не назначена, но они уже выбирают платье. Какое платье ты хочешь? Хочу что-нибудь по фигуре и расклешенное к низу, чтобы ноги прикрыть. Понятно. Я была бы рада найти подходящее платье, еще немного уменьшить обхват ног, чтобы было шикарно. Раз, два, три. Катия, как красиво. Роскошно. Как тебе? Красиво. Мне нравится. Жаль, что мамы рядом нет. Знаю, но она здесь. Она все видит, детка. Катия очень скучает по маме. Та заботилась о ней многие годы. В этот раз Катия не купила платье, но близкие и рада, что она настроена оптимистично. Видеть ее нарядной и счастливой, мне хочется для нее только этого. Я принцесса. В момент примерки она не думала о боли и болезни, а это был момент радости, который она заслужила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...